СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ является семья. Есть и другие ее формы, такие как профессиональные союзы, дружеские объединения, спонтанные объединения по интересам, возникающие в интернет-среде. Нужно заметить, что различные формы солидарности, как правило, не зависят от тех индивидов, которые входят в то или иное объединение. Можно даже сказать, что возникновение социальной солидарности во многом случайно и не вызвано какими-то определенными закономерными факторами. Поэтому очень часто в общественной науке различают разные формы или типы солидарности. Говорят, с одной стороны, об устойчивой, пролонгированной, продолжающейся во времени солидарности, и, с другой стороны, о ситуативной, краткосрочной солидарности. Именно второй тип, то есть ситуативная солидарность, по мнению многих исследователей, является преобладающим в современных обществах. Очевидно, что существование солидарности в сколь угодно крупном человеческом объединении нельзя отделить непроходимой границей от социального конфликта. Существование конфликта довольно давно рассматривалось философами, социологами, другими теоретиками в области общественных наук, как неотъемлемая черта человеческой жизни. Предпринимаются разные попытки систематизации конфликтов. Так, например, говорят о внешних и внутренних конфликтах. Внешние конфликты связаны с поддержанием социальной солидарности определенного сообщества в условиях внешней угрозы. Так, например, известно, что национально-освободительные движения могут усиливаться в случае угрозы внешней агрессии. Внутренние конфликты, как правило, рассматриваются на микроуровне, на уровне сообществ меньшего размера. Развитие внутренних конфликтов во многих случаях связано с качественным преобразованием сообществ, вплоть, в некоторых случаях, до их полного исчезновения. Очевидно, что социальные конфликты имеют не только позитивное, но и негативное измерение. Оно во многом связано с теми формами агрессивного поведения, которые демонстрируют отдельные люди или человеческие коллективы в ходе развертывания социальных конфликтов. Особенно сложной проблемой здесь является невозможность и, может быть, даже отсутствие видимой участниками необходимости урегулирования того или иного конфликта рациональными средствами, что связано с тем, что имеющееся расхождение переживается на эмоциональном и ценностном уровне, и поэтому плохо поддается решению в терминах аргументации. Это заставляет нас связывать тему социальных конфликтов с обсуждением этических проблем современного общества. Именно о них, об этических вопросах, этических проблемах, связанных с существованием современных обществ, мы будем говорить в следующий раз. На этом наше занятие закончено. Всего доброго.